Лежит? Валяется? Отдыхает? Нет! Картошится! Сидел, играл в комп, иду на кухню воды попить, захожу, а там вот это! У тебя лысый кот, всё ясно. Кто здесь? Это же Вринглс! Узнали? Согласны? Хе-хе. Каждое утро перед работой. Дружок, потерпи немного. Когда мы вернёмся домой, мы поспим, обещаю. Так выглядит жертва домашнего Василия. Василия, ну вы поняли, да? Кота. Министр не твоих кошачьих дел. Тимофей Рыбов, кандидат от партии Красивое. Мы вам ещё покажем. И да, Рыбов не продаётся. Куда нести голоса? В голосовальню. В лоток опускать. Он сам их обработает. Точно. Как бы вброса не было. Обращаю ваше внимание на то, что действительно важное. Маскировка уровень кот. Я просто хочу быть котиком, греющим лапки у камина. Неужели я так много прошу? Кажется, я нашёл свой тотем. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова. И сегодня у нас новая подборочка приколов с котиками. Поехали. Я прихожу в магазин за 10 минут до закрытия. Работники. А уже поздно, закрыто. Коротко о том, куда я трачу своё свободное время. Хочу на ручки. Теперь хочу вкусненького к чаю. Я взрослый, серьёзный человек. Зайка внутри меня. Зайка не хочет вставать. Зайка хочет дрыхнуть, как хряк до 12 дня. Наступает утро. Я... Я ужас, летящий на крыльях ночи. За чашкой кофе. Навязчивые мысли по утрам. Может, да ну это всё. Покушаю до спатеньки. О, кажется, Наташа снова на кухню пошла. Может, пожрать чего-нибудь вкусненького даст. Зачем? Мы же буквально только что жрали. Молодой ты ещё, не понимаешь. Ты можешь объяснить коротко и ясно, что такое любовь на расстоянии? Это когда ты находишься на работе, подушка и одеялка ждут тебя дома. А пицца в доставке. Милая, это наше самое первое свидание. Куда хочешь сегодня сходить? Я за всё плачу. Я сейчас в том возрасте, когда у девушек на уме только одно. Здоровый позвоночник. Поэтому на МРТ. Куда ты так спешишь? На работу. Куда же ещё? Так у тебя ещё есть время. Зачем так бежать? На работу надо идти очень быстро, чтобы не передумать. Чем сегодня будешь заниматься весь день? Ещё не придумала. Может, ёлку купим и украсим? А не рано. Сейчас же только начало осени. Рано. Но душа хочет праздника. Фраза, которую я жду каждый вечер. Можно я рядом лягу? Буду немного пошапывать, но в целом мешать не буду. Мама, ты поел? Как я поел. Ням. Я не начинаю разговор, потому что думаю, что охранник занят чем-то важным. Охранник. Счастье моё, я так сильно проголодался. Что у нас сегодня будет покушать? Очень ленивые вареники. А это как? Мука в шкафчике, творог в холодильнике. Блин, почему он не обращает на меня внимания? Наверное, опять о своих любовницах думает. Хм, почему вулкану можно спать десятилетиями? А мне нет. Здравствуйте, а вы продаёте рыбов или только показываете? Продаём, выбирай самых красивых и покупай. Только пакет мы тебе не дадим. Он нам самим нужен. Мама вернулась уставшая и злая с работы, потому что ей ещё готовят на всех ужин. Я вспомнил, что забыл достать курицу. Четыре часа назад. Когда после просмотра фильма ужасов, девушка просит сходить с ней до туалета. И ты делаешь вид, что хочешь её защитить. А на самом деле боишься остаться в комнате один. Так и быть, идём, провожу. Так, пора вылезать из этого тёплого одеялка. Из прекрасного, уютного одеялка. На эту холодную, противную наружу. Секунду, здравый смысл говорит мне... Ну, нет ужки. Это устно, это спешу, это уже учили, на этом не спросят. Да Машку сделал. Мы должны насрать в мультиварку, верь мне. Ммм, спасибо, кот. Когда первый раз за несколько дней вылезаешь из квартиры в магазин? Просто в Австралии начался сезон пауков. Кто пишет, арахнофобы. Да не только арахнофобы, мне кажется, это всем должно не нравиться. Осторожно, кошка, иногда лягушка. Я в любой ситуации. Алло, алло, помогите, я маленький. Вечеринка у бассейна? Типичная. Алло, я правильно набрал, это полиция. Меня сегодня обокрали, кто-то похитил мои скулы. И оставил свои толстые щеки взамен. Алло, алло, офицер. Давай, просыпайся, а то в школе уроки пропустишь. Ну и эту школу буду дальше спать. Меня там все равно никто не любит. А зачем ты им столько домашки задаешь? Девушка, простите, а можно с вами познакомиться? Не я. Очень жаль, а почему сразу не я? Не для тебя ягодка у психотерапевта пролечилась. Одни в любви клянутся вечной, другие верности до слез. А я тебе Биг Макс Биг Тести принес. Осень началась, время заворачиваться в одеялко. Когда прошел мимо и не погладил булочку. Я жал и недоволен. Когда сел смотреть сериал, который тебе уже заспойлерили. Вот шволочи. Сегодня принес с улицы дьявола. Думаю, это к добру. Я стою на светофоре. Водитель фуры. Шо там? Комплексный обед это когда ты кушаешь много и вкусно. Потом смотришь на свой заплывший жиром живот. И начинаешь сильно комплексовать по этому поводу. Жирные вздохи и сожаления. Булочка. Шуршащая булочка. Кто победит? Это я сплю и представляю как буду спать без будильника. Я надеюсь я нормально себя вел на вечеринке. Фото в моем телефоне. Когда спала 3 часа и пытаешься собраться навстречу. Мы тут уже бессильны. Мечта номер 377. На один день поменяться с кошкой делами. Лежать на диване и смотреть как она за тобой убирает. Когда перед заказом пытаешься понять подойдет ли тебе вещь. Ну приходи и померяй. Да и на доставке всегда вроде можно ну типа померить и отказаться если не подошло. Это я не могу угадать элементарного персонажа в бумажках потому что все мысли вылетели из головы. Кот. Да, кто же это? Твое лицо когда какой-то человек говорит тебе не занимать весь проход. Ну я же просто жирный. Когда завтра на утренник нужен костюм улитки, но ты вспомнил об этом только сейчас. Импровизация. Междугородний автобус, лето, жара, конечно полный. Пассажирки преимущественно старушки. Все как одна с клетчатыми сумками. У нас такие тогда называли турецкими чемоданами. Едут на растянувшиеся остановками между городов, дачи и огороды. Такая попадается в соседке и мне маленькая кругленькая с большой сумкой, которую она втиснула между нами. Извините, говорит. Я погруженная в какую-то книгу вдруг понимаю, что меня кто-то ласково так гладит по ноге. Потом еще раз. Смотрю на бабульку, она улыбается. Странно все это. Едем дальше, ситуация повторяется. Смотрю на бабку вопросительно, а она спокойно так. Ой, не волнуйся, у меня там кот. Сумку открывает, а там точно огромный такой кот. Кот высунул голову и давай приветственно орать на весь автобус. Бабулька сразу начала его обратно в сумку запихивать со словами. Миша, не ори, я тебе билет не покупала. Не привлекай внимания. Люди придумывают правила этикета. Как я ем? Это я жду возле батареи, пока нам включат отопление. Для всех актуально. Когда нарядилась, чтобы сходить выкинуть мусор? Я до сих пор не осознал, что я уже взрослый. Тем временем, мои ровесники. Мой кот, когда услышал, как в соседней комнате, что-то зашуршало. По коням, мы должны быть там как можно быстрее. И да, друзья, по коням. Давайте придумаем прикольную подпись к этой картинке, и вы можете написать свои варианты в комментариях под этим видео. А лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и нажимайте в колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А также смотрите другие мои видосы. И не забывайте приобретать нашу с Аленой книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика про искусственный интеллект и доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok